Институт международных отношений проводят большой фестиваль, который называется Александрфест, посвященный этому замечательному событию, и прежде всего императору Александру I, благодаря которому и состоялось открытие нашего университета, и благодаря которому мы с вами имеем отношение к этому замечательному совершенно учебному заведению, в какой-то мере и здесь сейчас тоже находимся. Кроме того, Александрфест посвящен великим Александрам, которые имели отношение к Казани, к Казанскому университету и внесли свой вклад, огромный, надо сказать, вклад в историю России, в культуру России и даже всего мира. Это Александр Пушкин, это Александр Грибоедов, Александр фон Губольд, Александр Македонский, потому что македонноведение тоже началось в Казанском университете, хотя он, конечно, здесь и не бывал. И Александра Фукс, поскольку супруг ее был профессором Казанского университета, и именно в ее доме, кстати, бывали и Александр Пушкин, и Александр Гумбольд. И сегодня у нас очередная встреча, связанная с нашим Александром Фестом, с профессором высшей школы экономики, известным писателем, ученым, телеведущим, журналистом и так далее, и так далее, Александром Николаевичем Архангельским. Прошу вас. Здравствуйте. Слышно ли меня? И в последнем ряду слышно. Если будет не слышно, помашите, я усилю голос. В чем моя задача? Совершенно очевидно, что вы не являетесь профессиональными историками, тем более занимающимися эпохой Александра Первого. Поэтому это будет разговор. Не научная лекция, а разговор и попытка осмыслить, что же стоит за тем опытом историческим, который осуществил Александр Первый. Примерно знаете, когда он жил? Отлично. Вы историки, филологи, кто вы? Смесь. Смесь. Отлично. Мы про литературу немножко поговорим, но про литературу больше на следующей лекции, а здесь про историю. Вторая оговорка очень важная. В чем принципиальное отличие самого академически подкованного писателя от самого ярко пишущего историка? Отличие одно. Историк-ученый. Он не ведет нас куда-то за собой, он исследует. И ему в общем, если он хороший ученый, должно быть совершенно все равно, к какому выводу он придет. Был такой великий лингвист Залезняк, недавно от нас ушедший, исследователь новгородских берестяных грамот. Ему, когда вручали премию имени Солженицына, его очень хвалили за то, что он доказал подлинное слово о полку Игореве. Он очень рассердился. Он сказал, я ничего не доказывал, я исследовал. Если бы в результате исследования я пришел к выводу, что это подделка, это был бы точно такой же научный результат. Писатель, даже если он занимается историей профессионально, всегда хочет что-то сказать. И вы должны это понимать. Лекция не столько академическая, сколько предложение совместно подумать. Я, конечно, буду учитывать, что вы не обязаны помнить все факты, даты наизусть. Поэтому попробуем подняться на высоту птичьего полета и с нее почти схематично увидеть Александровскую эпоху и понять, в чем логика этой эпохи, что двигало царем его окружение. Таким его запомнила история, но не таким он начинал свой исторический путь. И вообще это очень важно помнить, что все великие исторические деятели, писатели, политики свои главные свершения производили, когда им было примерно чуть постарше, чем он выглядит на этом потрите, а не теми старцами, к которым мы привыкли в школьных учебниках. И про писателей будет примерно то же самое. Теперь, что за эпоха выпала на долю Александра Первого и как она на него повлияла? Юность его пришлась на два ключевых политических события 18 века. Это начало Великой Французской революции и это начало президентского правления в Соединенных Штатах Америки. Казалось бы, где Россия, где Соединенные Штаты, но для него и для больших политиков его поколения это ключевые связанные между собой события. Что такое Французская революция? Это попытка изменить привычный мир. Не просто поправить, например, сменить одного государя на другого государя. Не просто ввести какие-то новые институты. Ну, допустим, приплюсовать к абсолютной монархии умеренные парламентские институции. А это попытка переменить политическое устройство мира в принципе. И это всегда связано с утопией, с представлением о том, каким должен быть мир в будущем. И с верой в то, что мир можно улучшить. С этого начинаются все революции. Правда, некоторые из них заканчиваются нехорошо. Но начинаются все с этого прорыва. И вот два события. Во Франции начинается революция. Король вынужден созвать Генеральные Штаты. Ну, называя нашим языком происходящее. Такое открывает кадровую крышечку, чтобы оттуда вылезло новое сословие, третье. И появилось на политической арене. И поначалу все идет хорошо. Одновременно первый американский президент вступает в свои полномочия. И для Александра первого его поколения это знак того, что перемены возможны. И перемены возможны там, где уже накоплен исторический опыт. И там, где никакого исторического опыта нет. Америка политическая пустыня, потому что у нее нет традиции политической. Она создается с нуля здесь и сейчас. А Европа, обремененная традициями, может быть и за их пределы. И переменить эти традиции. И все это поколение внимательнейшим образом следит за тем, что происходит. И очень рано начинает разочаровываться во французской революции. И очень рано начинает очаровываться в американской надежде. Потому что уже в 1791 году неудачное бегство короля. 1793 год. Кровь, казнь Марии Антуанетты. Дальше кровь нарастает. Революция, которая обещала светлые перемены, проваливается в жестокое месиво. А с Америкой все хорошо. Еще будут убивать американских президентов, но это будет в 19 веке. Для этого поколения все не очевидно. Французская революция, начавшись как обещание надежд, как обещание перемен вдруг сначала проваливается в кровавую фазу, а затем из кровавой фазы потихоньку начинает двигаться к тому, к чему движется любая революция, к реставрации. Но совершенно иначе. Наполеон в 1718 премьере генерала Бонапарта означает, что появился человек, который может революцию подмять под себя. Он может погасить кровавые эксцессы. Он может развернуть пробужденную энергию революционных масс в другом направлении. И это вождь, разворачивающий историю в обратном направлении. Смотрите, что получается. Революция обещала полные перемены, верно? А очень быстро, меньше чем за 10 лет с небольшим, развернулась в сторону возрождения монархии, потому что дальше путь куда? В 1802 году Наполеон станет пожизненным консулом, в 1804 императором французов, не императором Франции и так далее. Революция привела к консерватизму. И мысль Александра начинает двигаться в простом направлении. Перемены все равно неизбежны, все это понимают. Все думают про то, что делать с этим устоявшимся миром. Екатерина Великая и его бабушка, по-своему Павел Первый, Александр, разумеется, молодой наследник. Все думают про то, что делать. И его мысль начинает разворачиваться в сторону утопии. Если революция во Франции привела к консерватизму в результате колоссальных потрясений, то монархия должна на это ответить. Обновляющимся пространством она должна продемонстрировать, что она может создать мир более либеральный, более свободный, более неожиданный, более непривычный, чем попыталась создать революцию и не сумела. И в этом смысле американская мечта, как ни странно это звучит, для русского царя оказывается невероятно важной. Повторяю, еще будут потрясения. Главное, что теперь попробуем поставить себя на место царя. Представьте себе, что вам предстоит царствование. С одной стороны, власть – дело хорошее, правда? Ты управляешь всем, все тебе подчиняются, твоя воля единолична. А с другой стороны, ты как вступил на этот трон, ты с него уже никогда не уйдешь. Потому что царь не президент. Царь остается до тех пор, пока жив. И дальше, если он не устраивает, то можно поступить так, как бабушка Александра I, Екатерина Великая, поступил со своим мужем Петровым III, или как потом Александр отчасти поступит со своим отцом Павлом I. Если государь не уходит вовремя, то ему помогают уйти насильственно способом. А президент пришел два, тогда можно было и три срока, отруководил и освободил место. Он получил власть. И он не зависит от этой власти. И это, конечно, мечта о таком правлении начинает преследовать Александра I. Он хочет получить власть, и он не хочет отвечать за эту власть до конца жизни. И это, конечно, фон, на котором все разворачивается. И он начинает обдумывать, как же ему дальше быть. Он еще наследник, он еще не царь. Он начинает обдумывать, как же ему быть. И одному из своих ближних друзей, которые на какое-то время в начале его царства станут его подвижником, с подвижниками Кочубею, пишет в 1796 году, то есть примерно за пять лет до высорения, о мечте. Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого неприглядного поприща поселиться с женой на берегах Рейна, где я буду жить спокойно частным человеком, полагая свое счастье в обществе друзей и в изучении природы. Хороший царь, да? Который мечтает о том, как он поселится с женой на берегу Рейна, и никакой власти у него не будет, и ни за что отвечать он не будет. Эта мечта называется идиллия. Идиллия это уход из неправильного городского пространства либо на берега реки, либо в поле. И это мирная жизнь поселения, такая мечта. Но это мечта человека, которому предстоит руководить крупнейшей империей в мире. Извините, я не туда нажал. Движемся дальше. Что в это время думает Екатерина Великая, бабушка? Бабушка в данном случае важнее, чем мать, потому что Екатерина практически отобрала Александра сразу после его рождения у родителей, сама стала воспитывать. И воспитывать не потому, что она так уж хотела, чтобы внук был обласкан, согрет. Нет. Она была политиком. Она рассматривала этот мир, как мир, которым она должна управлять. Поэтому даже внук – это элемент управления. Внук – это тоже политическая фигура, с которой можно и нужно работать. И при этом она-то, так же как Александр, размышляла о природе царской власти, о природе пожизненной царской власти, несменяемой царской власти, и о законности царской власти. Потому что она же в итоге пришла незаконным путем. Она не имела права занимать этот трон, но она заняла его и оказалась любимой, мифологизируемой, легендируемой русской государыней. Ей это удалось. Как сделать так, чтобы дети ее, внуки ее, были освобождены от необходимости поступать так, как она поступила по отношению к своему мужу. То есть не устранять друг друга, а передавать царство на законных основаниях. И она задумывает проект удвоенной империи. Один внук, Александр, будет управлять в будущем России, а другой внук, Константин, будет управлять греческим царством, которое должно стать частью России. Это будет такое маленькое царство при большой империи. И два брата, Александр и Константин, и мы сразу начинаем догадываться, что назвали их не в честь Александра Невского, а в честь кого? Александра Македонского и Константин, в честь Константина Великого. Это имперские имена. Даже имена связаны с ее замыслом. Она хочет строить их в свой государственный проект. И одновременно она до начала 90-х годов размышляет о возможности Конституции. Смутно, условно, но тем не и не размышляет. Они все понимают, что мир пришел в движение. По-прежнему править нельзя. Вот у нее мечта о сдвоенном царстве, у Александра зависть к американскому президенту, который власть получает, делает свои правильные дела и отходит в сторону. Что же в итоге у нас с вами выходит? Выходит то, что Александр начинает воспитывать швейцарский гражданин Лагарп. И это тоже парадокс. Императрица с инстинктом власти, понимающая, что империя это не княжество. Сама выходец из крошечного княжества, получившая власть в гигантской империи, приглашая для воспитания своего собственного внука, которого она отлучила от родителей, поместила в свою зону влияния, нанимает маленького швейцарского демократа. Не того, кто будет воспитывать в правильном монархическом духе, а того, кто будет воспитывать в духе демократическом и республиканском. Он участвовал прямо в швейцарской политике. Он участвовал и в государственном перевороте. Он, пока воспитывал будущего императора, одновременно писал в Швейцарию письма, пытаясь руководить потенциальными восстаниями. Сейчас мы не будем уходить в эти подробности, но это парадокс. Царя готовят не к тому, что он будет единовластным монархом, который сам принимает решение, ни с кем не советуюсь, а готовит к какой-то новой республиканской модели. И это накладывает на него, конечно, колоссальный отпечаток. Дальше он продолжает размышляться о том, как ему действовать, когда он придет к власти. И в следующем письме, адресованном любимому воспитателю Лагарпу, которого, придя к власти, Павел I погнал подальше из России, пишет в письме о том, что план уточняется, что он не будет отказываться от царского места. Он примет правление, проведет перемены, а потом только после этого уйдет. Но все равно уйдет туда, куда и хотел. На берега, в поля, на свободу. Никакой власти. Власть нужна для того, чтобы произвести перемены и отказаться от чего? От власти. И мы потихонечку движемся во времени. Эти портреты меняют друг друга, показывают, как меняется личность государя. Но тут встает на пути отец. Екатерина Великая собиралась, обдумывала, как минимум, поставить молодого царя Александра I мимо своего сына Павла, которого она недолюбливала. И имела она на это право или нет? Вот как вы думаете? Юридически имела. Потому что после того, как Петр Великий убил своего наследника Алексея, в России действовал закон о престоле назначения, а не престоле наследия. Понимаете разницу? Назначать можно. Хочу назначу своего кучера. Ну конечно это грубо, это неправда, но в принципе принцип такой. Вот кого назначу, тот и будет. А первое, что сделал Павел, ну один из первых политических актов, которые совершил Павел I при диакласти, какой разумеется? Закон о престоле наследия. То есть он узаконил впервые право преемства. Кто становится наследником, при каких обстоятельствах, потому что просто Екатерина технически не успела поставить Александра I во главе страны. И Павел тоже по-своему ищет ответы на ключевой вопрос эпохи. Что делать с революцией? Как отозваться на вызов времени и не разрушить все, не попасть в ту кровавую пучину, в какую попала Франция, и не вернуться в консервативное прошлое путем бесконечных пертурбаций? Он ищет ответ в прошлом. Такое средневековое рыцарство, идеал средневекового рыцарства. Его часто изображают идиотом. Идиотом он не был, безвольным человеком не был. Более того, он коротышкой не был. Если вы посмотрите на портреты Павла I и на изображения его в кино, он всегда ниже всех. Вообще-то говоря, в нем был 170 с лишним сантиметров, что для XVIII века очень прилично. Александр с его почти 180 сантиметров был гигантом. Он на две головы всегда был выше всех. Екатерина – 158 сантиметров. Про Павла он не был, конечно, идеальным человеком. Характер был мерзкий, вздорный, но при этом идиотом, каким его изображают, не был. Он тоже искал своеобразный ответ. Что мимо вызова революции не пройти? Екатерина ищет конституционные основания и хочет поставить Александра, а Константина в Грецию. Александр хочет пойти по примеру президента американского и обдумывает, как это совместить с царскими полномочиями. А Павел I хочет вернуть Россию к средневековому идеалу, средневековому рыцарю. И, конечно, недаром его называли иногда Дон Кихотом. И тут Александр понимает, что на пути к его мечте об уходе встает важное препятствие. И это препятствие – его отец. Поскольку отец ревнует, отец подозревает сына во всякого рода покушениях на власть, потихонечку начинает его отодвигать. А историю своего рода Александр знает очень хорошо. Он знает, как в его роду в XVIII веке расправлялись с ближайшими родственниками. Поэтому страх в нем нарастает. И на пути к уходу от власти он должен взять власть. Вот парадокс. Чтобы уйти, надо получить. А чтобы получить, надо участвовать в заговоре. А чтобы участвовать в заговоре, надо хотя бы мысленно допускать возможность, что этот заговор кончится кровавой баней. Он не стоял во главе заговора цареубийства. Но стоя во главе или как минимум соглашаясь с возможностью переворота, он все равно допускал мысли, что кончится все нехорошо. И это французская гравюра XIX века, антирусская, разумеется, где изображается убийство Павла I и довольно жестокое убийство. Так, утопия власти, которую надо взять, чтобы от нее отречься, вдруг ведет Александра к ситуации, когда он должен взять власть, чтобы ее удерживать и взять ее самым жестоким из всех возможных способов. Тем же способом, каким бабушка пришла к своему правлению. И в формуле, которую он произнес на утро после переворота, при мне все будет как при бабушке, она отдает еще одним подтекстом. И как при бабушке он пришел к власти, как бабушка пришла к власти. И вот этот парадокс остается с ним навсегда, на всю жизнь. Поскольку он человек был чувствительный, не размышлять. Екатерина не очень раскаивалась, то есть вообще не раскаивалась в том, что она убила своего мужа. Она была такая холодная, вполне себе не сентиментальная. Этот человек с сентиментальной эпохи, поэтому, с одной стороны, властолюбие. С другой стороны, нежелание отвечать за последствия власти. А с третьей стороны, совершенные отца убийства, образуют комплекс переживаний, которые руководят Александром на протяжении всей его жизни. И тут встает перед ним следующая проблема. Наполеон подминает под себя революционную энергию. И начинает этот самый разворот от прогрессизма к реакции. Но реакции, которые не похожи на прежние формы реакции, не таковы были реакционные режимы старых монархий. И это какая-то новая реакция, совершенно неожиданная. И рядом человек, которому не мог не завидовать Александр, это президент Джефферсон. Обратите внимание на дату вступления Джефферсона в должность. 4 марта 1801 года. Сравните с 11 марта 1801 года, когда Александр в результате кровавого переворота приходит к власти. И, конечно, это психологическое сопоставление своей судьбы, судьбы традиционного монарха с судьбой президента нарастает в нем. И если мы сейчас наопубликованно читаем переписку русского царя с американским президентом, то мы видим, что он обращается к нему как ученик к учителю. Он хочет пойти по этому пути. И вначале он надеется, что это возможно. И поэтому, если мы посмотрим на реформы первой половины Александровского царствования, в них вдруг проступает очень важный подтекст. Эти реформы, так или иначе, ответ на наполеоновские действия и на американские решения. В них этот подтекст содержится. 1802 год. Наполеон пожизненный консул. Александр I в этом же году задумывает польский проект. То есть проект воссоединения Польши, которую бабушка его разобрала на части. И восстановление в пределах Российской империи, но на особых правах. Четвертый год. Наполеон становится императором. В четвертом году реформа образования в России. Смотрите. Революция привела к Наполеону. Наполеон разворачивает Францию в консервативную сторону. В реставрацию. Новую, странную, неожиданную, непривычную реставрацию. Русская империя, сохраняя все атрибуты самодержавия, начинает действовать в европейском ключе, так как перестала действовать Франция. И это парадокс Александровской, один из главных парадоксов Александровской эпохи, который толкает его на всякого рода действия, на мистические озарения. Он очень был любителем красивых жестов, клятва у гроба Фридрихов. С Пруссией. Смотрите, прагматики в этом никакой. Царь, вообще-то говоря, должен быть с одной стороны романтичным, а с другой стороны очень прагматичным, потому что у него в руках гигантское государство. Что такое союз с Пруссией? Это Пруссия не XVIII века, а XIX. Это не та Пруссия, которая претендовала на общенемецкое единство. А это Пруссия разрозненная, Пруссия, которая, конечно, имеет великих философов, но совершенно не имеет никакого ни политического, ни военного влияния. Более того, она не имеет права содержать свою собственную армию в этот момент. И тогда, ну, про это чуть попозже скажем про военные поселения, она придумывает военные поселения. Клятва это очень красивое и абсолютно бессмысленное. Она ничего не даст России, она ничего не даст Александру, но у Александра другая логика. Он хочет создать утопию ограниченной власти, и он хочет победить кого? Главного своего конкурента на этом пути, Наполеон. Им движет иная логика, не прагматическая. Им движет логика утопии. И дальше вы все знаете о первых ранних войнах с Наполеоном. Вы прекрасно знаете, чем кончилось примирение на реке Неман. И Петр Андреевич Вяземский записывает, в записках Петра Андреевича, есть и байка, которую рассказывали тогда, шутка. Как русский царь мог встретиться с Антихристом, называли Наполеона Антихристом, так на реке же, чтобы окрестить. И дальше начинается движение. У этого есть оборотная сторона. В 708 году, когда заключается этот мирный договор, в окружении Александра возвышаются две фигуры. И вот в нашем сознании, начиная со школьных учебников и кончая университетскими, эти две фигуры противоположны. Это полюса, и мы думаем, что они появились по очереди, что один сменил другого. На самом деле они появились одновременно, и обе эти фигуры были одинаково важны для реализации Александровской утопии. Как вы думаете, какие это фигуры? Кто это? Один должен ответить за всеобщую ответственность перед государем, а другой за личную власть государя. Ну хорошо, пойдем дальше. Это кто, как вы думаете? На кого похож? Нет, это Спиранский. Опять же, это вот в каком возрасте свои ключевые реформы проводил Михаил Михайлович Спиранский? Не вот в этом, как мы привыкли. Это уже конец его карьеры. Тоже важные дела, возвращенные из всех ссылок, приближенные к Николаю, уже не к Александру. Он создает полный свод российских законов, гигантский прорыв. Но пик карьеры вот здесь, а не там. Вот таким он был, когда вступает в круг Александровского правления. И он, собственно говоря, и становится тем человеком, который по заданию Александра должен превратить самодержавную империю в либеральную, свободную, показывающую пример всему миру, Русскую Америку. Нет, не реформа, я поймите меня правильно, я не говорю, что он хотел вести президентское правление. Но он хотел преобразовать монархию таким образом, чтобы она стала примером того, как отвечать на вызов революции без крови, без потрясений, без разрушений. Это мечта, это идеал. И ключевые какие события? Давайте вдумаемся в то, что по поручению Александра прорабатывал Михаил Михайлович Спиранский. В 1809 году Александр по настоянию Спиранского произносит речь на открытии финского сейма. И нам задним числом трудно себе понять, что это значит. Ну, выступил и выступил, но финский сейм и финский сейм. Ну, смотрите, империя монолитна по определению. Это гигантское бюрократическое государство, которое управляется из единого центра по единым лекалам, не признает оттенков. Она всегда, империя, требует от всех одинаковости, она универсальна. Иначе это не империя. В тот момент, когда Финляндия, вошедшая в состав России, получает свой сейм, которого нет, парламент, которого нет в основной России, делается первый шаг к неуниверсальной разнородной империи. Потом, мы еще вернемся к этому мотиву, когда поговорим о Польше, но это очень важно понять. Империя вдруг демонстрирует, что она может управляться не универсально, не однотипно. Что разным территориям она готова дать разные права и полномочия. Это, конечно, еще не федерализм. Но это, конечно, опыт американского федерализма, учтенный в условиях самодержавной империи. Одновременно, в том же 2009 году, Спиранский настаивает на принятии двух законов, которые разрушают прежнюю привычную систему возгонки кадров. Принцип старшинства, принцип влияния, они действовали, в любой империи они действуют. Он предлагает заменить их личными дарованиями и знаниями. Указ о чинах гражданских и указ о придворных званиях. Опять, нам задним числом, ну, указ и указ. Ну, экзамен и экзамен. В чем проблема? Ну, просто для понимания. Конечно, это немножко смелое сопоставление, но всю его условность, учитывая, можно провести. Декан экономического факультета МГУ Александр Александрович Аузан, который входит в общественный совет программы «Лидеры России», на протяжении нескольких лет предлагает, чтобы лидеры России, те, кого на высшие посты готовят, сдавали экзамен не только по управлению, но и по культуре, по философии. Что ему отвечают? Да, но давайте с уровня заместителя министра освободим людей от этой необходимости. То есть для заместителя министра люди должны разбираться в вопросах, выходящих за рамки полномочий. А после нет, потому что это, конечно, вызов бюрократической машине. Машина обижается, если вы меняете принцип. А это китайский экзамен, строго говоря. Конечно, я не знаю, глядывался ли он на Китай, но это конфуцианский принцип. Когда будет претендент на бюрократические должности, должен сдавать экзамены по стихосложению, по знанию книг, по всему кругозору, который у него есть, помимо функционального управленческого. И это, конечно, ссорит Спиранского со всем окружением. И Александра немножко ссорит, поскольку, конечно, прямую не решаются высказать ему претензии, высказывают Спиранского, но повторяю. Видите, логика та же. Монархия в лице Александра способна продемонстрировать перемены и реформы, на которые не решается революция. Между Наполеоном и Джефферсоном мы выбираем Джефферсона. Пока, во всяком случае. Дальше. В январе 2010 года Спиранский добивается того, что Александр открывает заседание Государственного совета. Опять же, Государственные советы и Государственные советы, ну что такого? Поймите, да? Самодержавная империя, монарх, не ограниченный во власти ничем, созывает совещательный, законосовещательный орган, в котором членство зависит не от придворных званий и чинов, а от землевладений. Это вообще взрыв существующей модели. Без потрясения основ, без разрушения монархического устройства мира вводится иной тип бюрократического управления. Это, конечно, если хотите, бюрократическая революция. И смотрите, как даты за датами. 1 января он выступает на госсовете. 23 января он отказывает Наполеону в руке своей сестры Анны Павловны. Где Анна Павловна и где госсовет? Ответ очень простой. Мы продемонстрировали миру, что мы можем сделать то, чего не смогла сделать революция. И одновременно мы говорим Наполеону, дорогой друг, брат монаршей, мы будем с тобой воевать. Отказать в руке Анны Павловны, это значит вступить на путь неизбежной предстоящей войны. Дальше что? Дальше происходит очень интересная вещь. Значит, мы сказали, первый человек, которого Александр выдвинул для реализации своей утопии, это Михаил Михайлович Спирамский. А второго как зовут? Аракчеев. В схеме, к которой мы привыкли, нет, в логике понятно, но просто схема, к которой мы привыкли, вот сначала Спирамский, а когда не получилось, тогда Аракчеев, поднимает он их одновременно. Ему нужен тот, кто будет охранять его личную власть и тот, кто будет эту власть ослаблять. И этот баланс между Спиранским и Аракчеевым для него важен с самого начала. Как реагирует Аракчеев? Аракчеев немедленно подает в отставку. Почему? Потому что он понимает, что он стоит на страже противоположного принципа. Личная власть, личная преданность, личное служение, а Спиранский противопоставляет этому бюрократическое правило, бюрократические институты, обезличенные формулы, одинаковые для всех, независимо от родовидности, приближенности. И, конечно, Аракчеев в этот момент понимает, что он должен уйти, потому что если он останется, он станет частью бюрократической машины, а частью машины он остановиться не собирается. И давайте прочитаем два фраза. Да, видите, как выглядел Аракчеев? Совсем не похож на злодея, которому ему брюхо, на какого-то советского актера очень похожа фамилия, которую я забываю. Он пишет письмо, довольно дерзкое, с точки зрения тогдашних правил, где объясняет, почему он больше не может оставаться военным министром, и завершает так, очень важная формула. Не гневайтесь на человека, без лести полвека прожившего, но увольте из всего звания, как вам угодно. Вот что это значит? Где ударение смысловое на слове вам? Не правила должны приводить к тому, что я, Аракчеев, уйду со своего поста, а ваша личная неповторимая воля. Я уйду, но это должна быть ваша воля, а не правила, которые от вас не зависят. Я уйду в тот момент, когда вы подменяете личную преданность бюрократическими институтами. И это начинается конкуренция. А это уже Аракчеев чуть попозже, но тоже красавец. Теперь про военные поселения, наверное, мы подробно говорить не будем, потому что иначе мы просто не успеем. Но два слова. Про военные поселения знаете? Да. Значит, вот одна очень важная оговорка. Прежде чем стать теми военными поселениями, про которые вы знаете, замысел был иным. Как во всякой утопической структуре, замысел очень резко отличается от исполнения. Александр задумывал либеральную монархию, получил консервативную антиутопию. Так и здесь. Впервые военные поселения появляются как раз в Пруссии. Потому что Пруссии после всех поражений XVIII века запрещено было держать армию. И единственный способ, которым можно было удержать людей под ружьем, был выдать солдат за мирных жителей. И так возникают военные поселения, где как бы мирные жители, не солдаты, а мирные жители, одновременно маршируют и армия в большей или меньшей степени боеготовности пребывает. Это формально не армия, а в реальности армия. И придумал-то генерал Шарнгорст вполне себе такая идееспособная модель. России такая модель не нужна, потому что кто может ей запретить держать армию. Но в какой момент идея военных поселений вдруг возникает и почему вдруг она появляется? Вот это вот часто мы не понимаем. Военные поселения. Значит, к 1918 году, уже после Отечественной войны и после европейских походов, встает вопрос роковой, уже ясно совершенно, что рано или поздно придется освобождать крестьян. Не сегодня, не завтра и даже не в этом поколении. Но придется. И как это сделать так, чтобы не разрушить? Это тот же самый вопрос. Как монархия может провести революционные изменения, не распадаясь на части и не уничтожая саму себя? Александр I вместе в 1918 году проводит закрытый конкурс, назовем это так, на проекты освобождения крестьян. Разумеется, никому про это не рассказывая. Разумеется, все остается в рамках дворца, но он проводится. И самый разумный проект представляет им кто? Аракчиев. Аракчиев, совершенно справедливый, потому что он прагматик. Помимо того, что он лично предан, он абсолютно прагматик и считает очень хорошо. В чем его логика, если немножко его простить? После Отечественной войны и европейских походов дворянство разоряется. Оно закладывает земли и крестьян и часто не может выкупить. Им без конца продлевают сроки выкупа, новые займы, займы опять неоплатные и гигантский долг. Почему бы не выкупить государству эти долги вместе с землями? То есть погасить. Все равно деньги уже потрачены. И забрать под себя этих крестьян вместе с этими землями. Зачем? А вот тут очень важный ответ. Если вы освободите крестьян, не имея ни опыта, ни ремесла, ни земли, что они будут делать? Они либо будут грабить, либо потащатся в город фабричные, и у вас появится обезземельный пролетариат. Мы, уже зная историю 20 века, знаем, чем кончаются эксперименты с обезземельным пролетариатом, не имеющим ремесленных, хороших, высоких навыков. Тогда этого не знали, но Равчаев это просчитал. Они хотели забрать этих крестьян, чтобы за одно поколение из детей воспитать ремесленников и подготовить их к другой городской жизни, то есть жизни не разоренного пролетариата, а людей, способных действовать. Вполне себе прагматичный план. Вот зачем понадобились военные поселения, а не для того, чтобы держать армию. Но как всякое государство в государстве, военные поселения превратились в свою собственную противоположность, и вот там начинаются те ужасы и безобразия, про которые мы все из учебников с вами знаем. А теперь вот очень важная штука. Что это такое? Что такое роторная машина? Для чего она? И почему вдруг я заговорил про нее в связи с правлением Александра I? Это печатная машина. У нее две бобины. Это, конечно, более поздний экземпляр, не сохранился, 1799 года. Две бобины, они без конца вращают. Бумага. И печатная форма, которая все время их шлепает. Ну, нормальная типографская машина. Почему вдруг мы включили это сюда? Потому что это тоже революция. Тиражи растут. Это автоматизированное производство. Как только у вас растут тиражи, у вас появляется... Литература становится более сложной или более простой? Более простой. Если она становится более простой, когда тиражи растут, разумеется, она более простая. Если тиражи растут и литература становится более простой, что побеждает? Книга или журнал? Журнал или газета? Текст или картинка? Понимаете? Еще никто специально этого не закладывал в какой проект. Хотели просто увеличить тиражи, удешевить производство, заработать денег. Но в итоге это фактически революция. Тогда у вас тиражи растут помимо этого. Что еще происходит? Новый класс влиятельных людей появляется. Слово становится изолитарного занятия, занятием демократическим и почти массовым. И первые, кто с этим сталкивается в реальности, кто этим начинается управлять, это Николай Михайлович Карамзин. Опять же, Николай Михайлович Карамзин вот в этом возрасте написал свои главные литературные сочинения. Не в старости, а в 26 лет. И он был вот таким, когда он писал письма русского путешественника «Бедную Лизу», «Остров Борнгольм». И он был дерзок и революционен в этот момент. Потому что если мы забудем о том, что он классик и что это 18 век, мы на следующей лекции, если кто-то добредет, про это поговорим, он взрывает литературную ситуацию. Он бросает вызов всей существующей традиции, но на него тоже производит колоссальное впечатление революции. Он был в этот момент в Женеве. Женева не Швейцария тогда, это сейчас Женева Швейцария. Если бы вы сказали Женеву, что он швейцарец, он бы очень удивился. Женева позже вошла в состав Швейцарии. И Юрий Михайлович Лопов, великий историк и литературвет, предполагает, что в письмах русского путешественника скрыты главы, посвященные его поездке в революционную Францию. Что он там был, видел своими глазами и из радикала превратился в консерватор. Это так бывает. Мы можем потом удивляться, что революционер Александр Иванович Герцен жестче отзывается о европейской революции 1947-1948 годов, чем, например, либерал Анненков. Но Анненков не видел этого кровавого месила. А революционер Герцен его видел. И он был бы еще готов, только ничем не кончилось. Кончилось-то ничем. Кровь пролили, а результата никакого. Поэтому здесь он в этот момент, в нем что-то щелкает. И если Александр I, русский царь, на французскую революцию и американский опыт нового мирового устройства отвечает энтузиастически, энтузиазмом, то русский писатель Карамзин отвечает скепсисом. Он боится последствий. И он умеет, как мы сейчас сказали, вполне рыночный автор. Потому что журналы, которые он издает, пользуются большим успехом. Тиражи растут. Для понимания, в истории государства российского, которое он начнет выпускать после Отечественной войны, входит тиражом 3000 экземпляров. Это мало? Много. 14 тысяч, примерно 14 тысяч постоянных читателей на всю 40-миллионную Россию. Понимаете, да? Для простоты счета берем 15, получаем, что, если это 3000, каждый пятый из постоянных читателей не просто читает, а покупает историю государства российского. Если предположить, что у нас с вами 100 миллионов читателей, какой должен быть тираж, чтобы он был сопоставим в процентном отношении с тиражом Карамзина? Ну, если 100, каждый пятый, 20 миллионов. Понимаете, да? Книжка, чтобы быть сопоставимым по масштабу потрясений, которые она производит в стране, должна выйти тиражом 20 миллионов экземпляров. Это гигантское влияние. И он политически мыслящий человек. И в момент воцарения Александра I он к нему уже обращается с таким поучительным текстом. И вы сейчас, я сейчас прочитаю, а вы подумайте, какой гораздо более известный текст вам это напоминает. И вот точно второй текст читали. Этот вряд ли, а второй читали. Новоцарение Александра I. «Есть род людей, царю опасный. Их речи, как индийский мед. Улыбки милые и прекрасны, по виду их добрее нет. Они всегда хвалить готовы, всегда хвалы их тонкие новые. Им имя хитрые льстецы. Снаружи ангелам подобны, но в сердце ядовиты, злобны, и в кознях адских мудрецы. Они отечества не знают, они не любят и царей, но быть любимцами желают, корыст их бог, лишь служат ей, им доступ к трону заградится, твой слуг вовек не обольстится, коварный ложный их хвалой. Ты будешь окружен друзьями, России лучшими сынами. Отечество одно с тобой. Довольно патриотов верно, готовых жизнь ему отдать, друзей добра нелицемерных, могущих истину сказать. У нас пожарские сияли, и долгорукие дерзали. Петру от сердца говорить. Великий соглашался с ними, и звал их братьями своими. Монарх, ты будешь нас любить». Чьи стихи абсолютно точно со школьных времен вам одержали. Станция и друзья. И про долгоруких, и про льстецов. Беда в стране, где рапа льстеца одни приближены к престолу, а небом избранный певец молчит по ту треочек долу. И про долгоруких. Начало славных дней Петра, мрачили мятежи и казни. И так далее. Вот эта мысль уже впервые высказана. Смотрите, что получается. Технологии, революции в технологиях порождают новый класс влиятельных людей. Влиятельных не через деньги, не через связи, не через родовитость, а через свое собственное слово. Это слово насыщается весом, и этот вес, оказывается, требует того, чтобы он превратился в институт. Что ж такое, не вроде. А, вот, опять же, мы к такому Карамзину привыкли, да? А был он таким, когда это все писал. И дальше начинается... Но опять, если писатель вдруг сознает, что он влиятельен, он же должен объясниться с царем когда-нибудь. И Карамзин первым пытается выстроить иные, новые отношения писателя и царя. Сейчас я просто напомню, все промотаю, потом вернемся к этим цитатам. Как бывало? Князь Курбский, да? Ну, князь Курбский беглый оппозиционер, называя вещи своими именами. Он бросает царю вызов как политический, не как писатель, а как политик политику. То, что это блестяще написано, это другой разговор. Но он не как автор, не как тот, кто умеет плести слова тому, кто вершит дела. Это политик политику. Дальше что у нас было? Какие были отношения? Грозный ему отвечает тоже как политик политику, а не как писатель писателя. Дальше проматываем. Окружение Семена Полуцкого и Сильвестра Медведева, вмешательство в политику. Да, Сильвестра Медведев писатель. Но если мы посмотрим за что несчастного, не за слова, а за прямое политическое действие. Протопоп Аллаку. Слова, но в общем религиозный лидер, а не как писатель царю. Радищев. Вот первое, что-то похожее на словесное предъявление претензий, но строго говоря, весь круг московских масонов вмешивался в династийные дела. Там была политическая, мощная политическая составляющая. Державин, понятно, да, с властителем и судьям, истину с улыбкой говорит. Но вообще-то говоря, Державин первый министр юстиции, создававший первое министерство юстиции в России. И вообще собирался быть, не видел никакого противоречия между литературными занятиями и политическим действием. Первый, кто у нас как писатель начинает разговаривать с царем на равных, не как политик с политиком, а как писатель с политиком, Николай Михайлович Карамзин. И это происходит тоже в формировании этого института в Александровскую эпоху. И вот в 11-м году, за год до Отечественной войны, в марте, Николай Михайлович Карамзин по просьбе сестры Александра Павловича передает ему записку о древней новой России. Что это за документ? Документ странный. Потому что, с одной стороны, это публицистическое сочинение. С другой стороны, это политический документ. Потому что Александру Первому очень консервативно объясняется, что все его либеральные реформы никому не нужны, от них только вред. Потому что надо учитывать особенности страны, в которой ты правишь. То есть, человек эпохи революции, ответивший на революцию скепсисом, отвечает тому, кто ответил энтузиазмом, что все опасно, осторожно, замри, ничего не трогай. При этом там довольно странные вещи, то есть много очень острого, резкого. Русский писатель объясняет русскому царю, что такое деньги. Это довольно забавное место, потому что Карамзин даже по нашим временам, в общем, про финансовую систему понимал неплохо. А уж по тем временам это было просто революционное понимание того, что такое цена денег. Александр I наивно исходил из предположения, что, так как ему объяснили, что деньги бумажные имеют меньшую цену, чем деньги металлические, чем деньги золотые. И пытался выстроить в результате разрыв курсов, который, ну понятно, финансовая система в России после континентальной блокады начинает гаснуть. Перед войной 12-го года все дела плохи. Рубль дешевеет, называемые вещи своими именами, санкции работают, все как полагается. Карамзин читает русскому царю лекцию о том, как устроены деньги. Что цена денег определяется не тем, из чего они изготовлены, а трудовыми отношениями, рыночным контекстом и поехали. Блестящее совершенно место, но самое нам важно другое. Впервые русский писатель говорит с русским царем, как равный с равным, не будучи при этом политиком, а настаивая на своей особой роли. Вот роторная машина уже начала приводить к своим последствиям. Сейчас я это подмотаю, чтобы не задерживаться. Про Пушкина. Понятное дело, что наследником этой модели отношений русского писателя и русского царя станет Пушкин, но в другую эпоху. С Александром Пушкин как-то соприкасался мало. У него есть воображаемый разговор с Александром Первым, очень интересный, яркий документ. Это воображаемый разговор, никакого реального разговора быть не могло. Поэтому для Пушкина следующий царь гораздо более актуален, Николай Первый. С ним сложные отношения, с ним попытка выстроить ту же модель, какую Карамзин выстроил с этим государем. Но и в то же время великое действие Александра Первого это создание лицея. Сам Пушкин говорил, простимому неправое гонение, он взял Париж, он основал лицей. И это тоже одно из проявлений Александровского утопизма. Задумывалось все не для того, чтобы производить великих поэтов. Лицей создавался для того, чтобы производить политиков и бюрократов. Вот тех самых бюрократов, о которых закон 2009 года, тех бюрократов, которые не по старшинству, не по связям, а по дарованиям, по полномочиям, по образованию, могут занять свои места и проводить реформу. Но поскольку лицей создавался в 2011 году, а выпустили после Отечественной войны, когда планы переменились, вдруг оказалось, что утопия выпускает людей для других каких-то целей, которых она не предполагала. Никакого политического действия это не оказывало. И важнейший эпизод, без которого невозможно понимание Александровской эпохи, тоже это связано с вызовами революции и ответами на них, это два великих полководца, по-разному великих, Барклай Бетоли и Михаил Ирилович Кутузов. Если вы видите, глаз у него есть, у Кутузова, в отличие от того, что написано, глаз не вытек. У Льва Николаевича Толстого в «Войне и мире» рассказано про вытекший глаз. Он был ранен, поэтому он носил повязку, чтобы свет, как бы сейчас носили бы нормальные черные очки. В общем, вы представляете, все Кутузова в черных очках, в фуражке, и это было бы скорее похоже на реальность. Почему это важно и как это связано с революционной утопией? Барклай де Толли, Лев Николаевич Толстой написал роман, который оказался сильнее, чем история. Мы все читаем «Войну и мир», это так гениально написано, что мы думаем, что так все и было. Лев Николаевич Толстой писал роман, который начинается с того, чего не могло быть. У Анны Павловны Шерер фрейлины, салон. Какой салон у нее? Фрейлина не замужняя, у нее не может быть никакого салона. Более того, она должна жить в фрейлинском коридоре дворца. Это лето. Летом все разъехались. Офицеры, которые потом идут к женщинам, откуда они этих женщин в городе взяли летом? Вольных я имею в виду женщин. Актрисы уехали на гастроли, содержанки уехали в имение к тем, кто их содержит. И дальше, знаю, Ипполита не могли звать Ипполита, ни одного случая перехода в католицизм в 12-м году мы не знаем. Историки пеняют Льву Николаевичу Толстому каждый день с утра до вечера. И что? А ничего. Он написал сильнее, чем был. Но мы-то можем себя заставить и посмотреть, как оно было. Так вот, Барклайн не был немцем, в отличие от того, что написано у Льва Николаевича Толстого. Он был шотландцем, обрусевшим. С 17 века его род находится в России. Говорил по-русски почти без акцента. В отличие от лидера так называемой русской партии генералитета Бениксена, который по-русски не говорил вообще. Лидер русской партии по-русски не говорил, а гонимый русской партии генералитета по-русски говорил. Второе, что очень важно. Еще в 1807 году Барклай-де-Толли понял, какой будет неизбежно надвигающаяся вторая война с Наполеоном. Наполеон не проигрывает ни одного лобового сражения. Значит, какой выход единственно возможный? Уходить от лобового сражения, растягивать армию Наполеона. Но как вы будете ее растягивать, если вы заранее не приняли мужественное и страшное для политика политическое решение, что вы запустите врага вглубь своей территории? Понимаете? Вы будете отступать не потому, что вы слабые, а потому, что вы заранее поняли, что по-другому победить нельзя. И вас не будет никто понимать. Все будут против. В 1807 году он продумал этот план. В 1810 году он написал записку, уже будучи военным министром о защите западных рубежей России. И таким образом Россия оказалась готова к войне с гениальным полководцем. Чтобы Лев Николаевич Толстой не писал про Наполеона, он был полководцем, несомненно, гениальным. Дальше что произошло? Дальше произошло. Барклай стал фактическим главнокомандующим. Фактическим. И затягивал врага вглубь русской территории. И это вызвало грандиозное недовольство всех. И тогда он был заменен на Михаила Юрьевича Кутузова, который был гениальным дипломатом в большей степени, чем гениальным полководцем. Полководец в том смысле, что он не организатор боев, а он гениальный игрок на политическом поле, который уводит врага и разрешает конфликты иными способами. Все его высшие достижения военно-дипломатические. И это было, конечно, тоже по-своему гениальное решение поставить дипломата, который умеет представить себя тем Кутузовым, которого мы видим, у Льва Николаевича Толстого, то есть мудрым отцом солдат, защитником отечества. Одно не сделал Александр Первый, за что мы можем ему предъявить претензии, он не защитил репутацию Барклая. Да, потом эта репутация была восстановлена, когда возле Казанского собора в Санкт-Петербурге стоит сначала Барклай, а потом Кутузов. Как писал Пушкин, вот зачинатель Барклай, а вот совершитель Кутузов. Но это потом, это не при его политической жизни. Но тем не менее, это момент, когда начинается преодоление утопии, понимание того, что надо считаться с реальностью, не с тем, что ты хочешь от реальности, а то, что она хочет от тебя. Этот Барклай наблюдает за боями. Теперь еще один важнейший эпизод, который не планировал Александр, когда пытался конкурировать с Наполеоном и идти по пути Джорджа Вашингтона. Россия 19 века, это православная империя, правда? Все мы про это читали. Православие, самодержавие, народность, это, конечно, уже при Николае, а не при Александре будет формула. Но тем не менее, вера большинства православной религии. И вот в 12-м году, получив сведения об оставлении Москвы, Александр I, православный государь православной империи, решил впервые в жизни почитать Библию и попросил принести ему ее по-русски. Ему сказали, что по-русски нет. Последний раз Библия церковно-славянская издавалась в 1759 году. По-церковному славянскому он, разумеется, не читал, его никто в церковном славянскому не учил. У него нашлась французская Библия в переводе де Сасси 17 века, но он хотел по-русски. Вдруг он понял, что нет русского текста Библии вообще, не то, что Ветхого Завета. Ладно, и Евангелия нет, и Псалтирия нет. И тогда начинается работа по созданию русского перевода. Почему это так важно? Потому что, смотрите, если у вас есть перевод священного писания, только на архаический, уже ушедший, непонятный для большинства язык. Это для поэзии красиво, потому что державинский пафос, державинский стиль невозможен без славянскому. Державин был представителем последнего поколения, которого учили церковно-славянскую. Пушкин уже не понимал ничего. Дальше у вас исчезает возможность разговаривать о религиозных вещах, о религиозных переживаниях на живом, привычном вам языке. У вас есть язык для молитвы, и нет языка для обсуждения. Нет языка для живого литературного творчества. Вы не понимаете, как на этом языке разговаривать о важных вещах. Поэтому это ключ к новой духовной жизни в России. Это начинается при Александре, и после войны создаются библейские общества, и возглавляет работы по переводу Библии на русский язык. Будущий митрополит Филарет Дроздов, который впоследствии был канонизирован за это, тоже Александровская эпоха. А вот это пример не встречи. Кто это такой? Это единственный прижизненный портрет одного из самых известных русских святых Серафима Саровского. Портрет прижизненный есть, но ни одного свидетельства, чтобы хоть кто-нибудь из элит знал о его существовании при его жизни, у нас нет. Крестьяне знали, рабочие знали, купечество знало. В элитах не знал никто. Единственное упоминание прижизненное, которое мы можем найти, это в дневниках того же митрополита Филарета Дроздова. Одно упоминание на всю, на всю. Даже церковные власти не знали, кто это такой. А это один из главных русских святых. Какая степень разрыва религиозной жизни и обыденности в это время, и это Александровская эпоха. Теперь про то, чем дело кончилось. Значит, задумывали мечту о самодержавии, которая станет институтом свободы. Задумывали мечту о монархии, которая осуществит то, с чем не справилась революция. Задумывали мечту о власти, которая даст освобождение от власти. Что получилось в итоге? В итоге не успели реализовать эту задачу, а после войны начали новую утопию Священного Союза. Это утопия в христианизации политики. Это утопия вовлечения в религиозную жизнь тех институтов, которые с религией не связаны никак. И дальше пропуск хода, потому что до 1918 года Александр надеется, что можно будет провести крестьянскую реформу, не проводя конституционные реформы. Но в 1918 году начинается череда новых революций. И уже не таких великих революций, как французская 1789 года, а череда национально-освободительных революций по всей Европе. И уже не до реформ. Когда вокруг все шатается, реформы проводить поздно. И что начинается? Начинается консервация. При этом уже в России порождено поколение, которое станет зародышем будущего декабристского движения. В 1921 году Александру впервые докладывают о доносе тайного агента Грибовского о политическом заговоре. Он уже знает, что заговор зреет и не предпринимает никаких действий, потому что произносит знаменитую формулу «не мне подобает карать». Он своими обещаниями либеральной монаршей мирной революции породил ожидания, которые были подкреплены Отечественной войной. И он же не дал им выхода этим новым чувствам. И, конечно, начинается метание. В 1921 году в кругу Александра I появляется архимандрит Фотий, которого Пушкин оболгал в эпиграмме «Всею грешной плотью архимандриту Фотию», потому что он не про это был, не про грешную плоть. Он действительно был аскет, он действительно был. И Орлова-Чесменская ему помогала не из-за тайного романа, а просто из-за религиозного доверия. Но человек он был мутный, полубезумный, действительно. Но чем он купил Александра I? Тем, что он названием своего трактата. План разорения России и способ он и план вдруг уничтожить – тихо и счастливо. Все невероятно для позднего Александра I характерно. Первое – тихо и счастливо, без потрясений. Во-вторых, есть некий внешний центр принятия страшных решений – всемирный заговор. Это впервые в русской политической системе появляется тема всемирного заговора. И это же легко объяснить. Это не мы не справились с поставленной задачей. Это есть тайные враги, которые дергают за ниточки и за кулис управляют тем, как мы живем. И они виноваты, а не мы. Но это можно поправить тихо и счастливо. И вдруг, то есть быстро. И это, конечно, на Александра действует. И дальше начинается размышление. Он возвращается к тем размышлениям, с которых начал. Помните, мы приводили цитаты из его письм 1796-177 годов, где он размышляет, что он хочет с женой уединиться, жить на берегу Рейна или со счастливыми поселянами и уйти от этой чертовой политики, будь она неладна, как можно дальше. И начинается опять размышление о том, что можно ли освободиться от царского бремени. Я просто подобрал цитаты, наверное, сейчас уже не будем зачитывать. Те случаи, когда он заговаривал о возможности ухода со своего царского места уже во время правления. Это в 12-м году, в 17-м, в 19-м и в 24-м, накануне его смерти. Что в этих разговорах общего? Они возникают только тогда, когда возникает опасность. Вот 12-й год, когда все рушится, он заговаривает о том, что неплохо было бы освободиться от царского бремени. В 17-м, в 19-м году, когда уже понеслась революция в Европе, национально-освободительная, начинает разговор о том, что неплохо бы ему уйти. Он использует слово «абдикировать», то есть «свободи, уйти». 24-й, все понятно, заговор революционеров. Не заговор всемирный, откуда-то оттуда, а здесь у тебя под носом, потому что ты не дал выхода политической энергии молодого поколения. Заговор созрел. Все, поименно знает ключевых участников, ничего не предпринимает. Опять заговаривает в 24-м году о возможности ухода. И на этом фоне возникает любимая всеми легенда о старце Фёдоре Кузьмиче. Вот это смерть Александра Первого на гравюре изображена. Так изображают старцы Фёдора Кузьмича. Вот место его могилы в фотографии начала 20-го века. Это икона. Я сейчас расскажу два слова про старца. Просто покажу, как он. Это икона местночтимого старца Фёдора, который в Томске, в Томском монастыре, мощи заново обретённые лежат. Эта икона написана. А вот записка, революционер, читала слова про старца Фёдора Кузьмича. Значит, мне нужно, чтобы понимать, как дальше действовать, два слова от вас. Вы про старца Фёдора Кузьмича что-нибудь знаете? Поднимите руку, кто знает. Вы не обязаны. Вы имеете право. Значит, два слова. В 1936 году в Сибири, сначала на Урале, а потом в Сибири, объявляется некоторый человек, который называет себя Фёдором Кузьмичем. Да, в 1925 году, 19 ноября, умирает Александр I. Слухи про его либо насильственную кончину, либо про его уход возникают сразу. Но они, и у нас даже есть запись этих слухов, но они не производят большого впечатления на общество, потому что это традиционные слухи про самозванцев. Таких слухов всегда после смерти любого русского государя было полно. Единственное, что эти слухи дали, это поэма Пушкина Анжела, игровую, веселую, о том, как один царь ушёл, спрятался, когда другой князь его заменяет. И, значит, царь возвращается, и лучше плохое правление предыдущего, чем хорошее новое. Не верно, перечитайте Анжела. Такая весёлая, игровая, модельная поэма. Никаких больше слухи, никаких плодов не дали. Несмотря на все потрясения, несмотря на декабрьское восстание, несмотря на то, что запутали историю с престола наследия, Николая I подставили, как не пойми кого, ни за что, ни про что. То, несмотря ни на что, никаких последствий эти слухи не имели. Это очень важно понимать. Дальше, в 1936 году, уже в царствовании Николая, между Уралом и Сибирью, объявляется человек, который называется Фёдором Кузьмичом, не говорит, откуда он, не предъявляет паспорта. Явно, что из образованных, явно совершенно, что из столиц. Ну, опять же, что значит явно? Явно для жителей Урала и Сибири. Они не могут гарантированно отличить жителя столицы от жителей других губернеров. И его сначала приговаривают к ссылке. В общем, короче, он живёт на заимке у купца Ахромова. И вокруг него начинают клубиться слухи, что это на самом деле не старец Фёдор Кузьмич, духовной жизни старец, а царь Александр I, который на самом деле не умер в 1925 году, а бежал, ушёл из царского дома и стал странником. То есть отказался от власти. И вроде бы это красиво совпадает с легендой, с той версией, которую Александр сам себе и намечтал, чтобы можно уйти, освободиться. История очень важная. До 1864 года никакого старца Фёдора Кузьмича в высшем свете нет. Про него никто не говорит. Нет никаких свидетельств, что кто-то эту историю обсуждает. В 1964 году, после того, как Хромов появился в Петербурге и начал рассказывать всем о старце Фёдоре Кузьмиче, возникает легенда о том, что всё-таки действительно не умер, всё-таки действительно старец, всё-таки действительно бывший царь. Смотрите, проходит сколько лет? С 1925 по 1964. Это другая эпоха. Это другое самосознание. Это эпоха, когда уже монархический инстинкт у людей погас. Они не понимают, что технически мог быть уход Александра I. Технически мог быть, потому что никто фотографий не имел, парадные портреты на человека не похожи. Понятно, что спрятаться можно. Технически, повторяю, всё возможно. Вопрос в другом. Возможно ли монархически? Царь не может уйти без отречения. Он может сбежать. И тогда это будет предательство по отношению к стране. И это разрушает всю легитимность всех последующих царей. Потому что они воцарились при живом, неотрекшемся, ненезложенном государе. И это понимал Николай II, который запретил своему родственнику, великому князю Николаю Михайловичу, очень увлеченному версии об Александре I, ставшем старцем Фёдром Кузьмичом, буквально, в смысле слова, запретил заниматься этой темой. Потому что он понимал, что произойдет, если вдруг, не дай бог, это окажется правдой. Но эта история зато оказалась невероятно важной для того самого великого старца Льва Николаевича Толстого, который написал посмертные записки Фёдора Кузьмича. И вот для Льва Николаевича вопрос решённый. Конечно, Александр I ушёл, потому что я, Лев Николаевич, тоже хочу уйти. Но это вопрос, что может себе позволить русский писатель и уйти в Остапово. Того не может себе позволить русский царь. Повторяю, технически эта история вполне возможна. Вопрос о том, кем был старец Фёдор Кузьмич, важна, потому что он сам по себе является важной фигурой, и там можно строить разного рода гипотезы. Но ни одного доказательства того, что он и есть Александр I, у нас нет. Часто в литературе можно встретить сообщения о том, что в начале 20-х годов вскрывали гробницу Александра I в Петропавловском соборе. И даже среди крупных историков есть любители этой версии, столь романтической, столь довольно опасной, но ни одного прямого свидетельства от людей, которые присутствовали при вскрытии этого гроба, нет. И старых рук есть. Вот мне мой знакомый, который был в этот момент в Петропавловской крепости, рассказывал. Мне рассказывала сотрудница архива, которая... Понятно, да? Ни одного человека, который был бы при вскрытии и видел, что гроб пуст, мы не знаем. Была надежда, что сейчас при идентификации останков царской семьи вскроют гробницу, возьмут генетический анализ. Не оправдалось, не вскрыли. Вскрывали другую гробницу. Короче, эта история важна сама по себе, но она характерна для Александра. Конечно, 48-летний, крепкий, в расцвете сил государь уезжает в Таганрог накануне начинающейся внутренней революции и там умирает. Это такая же невероятная история, как то, что он не умер, а ушел. Но в истории набирай сюжет, где меньше вымыслов. Сразу видно, что для того, чтобы рассказать историю о внезапно умершем царе, нужно применить вымыслов меньше, чем для того, чтобы рассказать историю о царе, который убежал. Пока у нас нет никаких других данных, с научной точки зрения мы должны придерживаться этой версии. А с литературной какой угодно. Итак, мы должны завершать и завершаем. Это Лев Николаевич Толстой, мечтавший об уходе. Это последний репинский портрет, уже непривычный, да, Толстой. И завершаем так. Александровская эпоха порождена реакцией на революцию. Два примера, наполеоновский пример, человека, оседлавшего революцию и вернувшего его к монархии, и пример Вашингтона, реализовавшего в те же годы, что и Александр I, президентскую модель, оказывали на Александрова невероятное воздействие. Два инстинкта, жажда власти и ненависть к власти двигали им на протяжении всего пути. И мечта об уходе вернулась к нему в виде легенды о старце Фёдоре Кузьмиче, в которой Вы вправе верить, но ни одного серьёзного научного основания у нас нет. Всё ли было понятно? Спасибо. Спасибо большое. И у нас есть возможность для вопросов. Так, где-то у нас здесь были микрофоны. Можно сюда. Есть ли вопросы, аудитория? Вот у меня пока созрел первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот меня потрясла эта ситуация, когда Александр I одновременно возвышает Александра Испиранского. Насколько вообще показательна для российской власти ориентация либо на правила на бюрократию, либо на личную преданность? И что для России, с Вашей точки зрения, более эффективно, я так условно спрошу? Ну, в той мере, в какой Борис Николаевич Ельцин ощущал себя царём, и заметьте, он не употреблял личных местоимений. Считаю, что. Это такая царская формула. У него был денщик Коржаков, игравший роль всевластного Рокчеева, и у него был либеральный премьер-министр, ну, не премьер-министр, исполняющий обязанности Гайдар. Кончилось, и чубайс. Вот, в принципе, вот у вас та же самая модель, которая продолжает работать и в 20 веке. Я вообще противник монархии. Я тоже. Поэтому я считаю, что в ней сдержек больше, чем плюсов. Символическая монархия, как в Англии, игрушка дорогая, но хорошая. Но всё остальное сдержек больше, чем... На этой модели неизбежно. Если вы хотите производить перемены, вам нужен тот, кто будет обеспечивать вашу личную безопасность в конфликте с неизбежным, в конфликте с обществом, и тот, кто будет проводить эти реформы. А два этих человека или два этих института будут ненавидеть друг к другу. И общество будет наблюдать. И общество будет наблюдать, а ты будешь разделять и власть. Спасибо. Есть ли ещё вопросы? Прошу. Здравствуйте, меня зовут Фёдор. Вопрос о теориях заговора. Вы уже упомянули, что Александр участвовал в перевороте против отца, но не возглавлял его. Я где-то в прессе натыкался на мнение, что там имел место интерес британской короны. Насколько это имеет право на существование мнения? Конфликт с Британией нарастал в эпоху позднего Павла. Была ли заинтересована Англия? Конечно, была заинтересована. Рулила ли она этим переворотом? Нет, не рулила. Спасибо. Ещё вопросы? Конечно. Николаевич, Вы упомянули роман «Война и мир» Толстого, и мы знаем, какая реакция была Балконского на реформы. Это позиция самого Толстого? Лев Николаевич не писал историю. Лев Николаевич писал «Космогонию». В этой «Космогонии» всё связано со всем, и всё подчиняется одному простому правилу. Мы попадаем в салон Анаполныш-РР, который сравнивается с веретеном. Дальше мы видим у Балконского, старшего, токарный станочек. Он тоже крутится, и тоже им управляет. Дальше мы видим роящуюся массу, дальше мы видим шар Сферос с Платоном Каратаевым, а дальше в последней части, которую никто не читает, описывается, как шар космоса обымает собой всю Вселенную. От салона Анаполныш-РР до устройства светил всё выстроено в одну метафору. И всё делится чётко. Там, где Сферос, это материя истории, управляющая сама собой. Нельзя управлять этим колеблющимся шаром, нельзя управлять Каратаевым, и Каратаев ничем управлять, нельзя управлять Кутузовым. И Кутузов ничем не управляет, как и Капитан Тушин, и так далее. Но те, кто думают, что они управляют, не управляют ничем. Анна Павловна Шерер думает, что она управляет салоном, Балконский-старший думает, что он управляет станочком и семьёй. Он хороший, он написан мощно, но он эсперанский для Толстого, такой же, как балконский, только бесчеловечный, потому что он тоже думает, что управляет миром, и Барклайда то ли не любит именно за то, что его Барклайд думает, что управляет миром. Это никакого отношения к исторической правде не имеет, но к модели Толстого имеет, там 536, по-моему, персонажей, каждому отведено место в системе. Он точно знает, почему это здесь, это здесь, это здесь. На вершине у него, над Кутузовым, у него Наташа Ростова, которая растворена в этом мире, а над Наташей сам Толстой, который всем управляет, но думает, что не управляет ничем, поэтому нет, все там, все построено гениально. Спасибо, еще вопросы? Добрый день, я хотела бы по поводу записки о Древней и Новой Руси Карамзина. Известно, что Карамзин хотел эту записку изъять потом из архива царя, потому что он понял на определенном этапе, что им просто воспользовались. Так как Елена Павловна в отношении с братом, ну, тот же самый Шильдер и Николай Михайлович, он достаточно много пишет, что там были непростые отношения. Тогда мы можем говорить о том, что верна вот та максима Пушкина, что властитель слабый и лукавый, пляшивый, щеголь враг труда, над нами царствовал тогда. То есть он не может со своим окружением тогда работать, получается. Ну, во-первых, у любого царя, как у любого президента, должна быть оппозиция. В чем преимущество президентской власти? Оппозиция, если это нормальный президент, институциализирована, легально. У царя оппозиция всегда нелегальна. Можно, конечно, оппозиция его величества, но тогда все равно для этого надо иметь парламентскую смешанную форму правления. А у тебя, когда у тебя самодержавная власть, у тебя не может быть легальной оппозиции, нет института, который бы ее производит. Карамзин, сейчас мы же не прослеживали его движение, потому что тогда надо было бы спор из-за того, где печатать историю государства российского испытания, которое Александр устроил для Карамзина после войны, когда он заставил его поклониться Аракчееву и только после этого принял историю государства российского. И 18-й год, когда Карамзин написал ужасающую записку Александру Первому про Польшу, про то, что Польшу нельзя восстанавливать, что Польша должна быть уничтожена и так далее. Так что, где с ним воспользоваться, от чего он хотел, взгляд его свои выразил. Что касается той цитаты из Пушкина, которую привели вы, там Лотман, в данном случае я с ним согласен, сомневался в том, что это речь от лица рассказчика, от лица автора. Что, скорее всего, поскольку это десятая глава, которую мы не имеем, мы имеем реконструкцию, скорее всего, это цитата одной из... Милохолический Якушкин, да, и так далее. Читал свой... Что, скорее всего, это кто-то из декабристов говорит, что Польшу и Щеголь враг труда – это не пушкинский стиль. То есть стиль пушкинский, но это стиль, скорее, одного из его героев, чем его собственный. Я бы тут был осторожен. Спасибо. И, может быть, какой-нибудь еще один последний вопрос? А вот там. Прошу. Нет, потому что идет запись, и нужен микрофон. У меня вопрос о том, что после Александра I на престол должен был взойти его брат Константин, но он практически вычеркнул себя из престола наследия, так как он женился на католичке. И Александром I был составлен манифест о том, что на престол должен был взойти его младший брат, это Николай, Николай I. Но почему он не был опубликован? Он не просто не был опубликован, это еще ладно. Он и показан никому не был. Значит, что произошло? Константин Павлович, такой же, как Александр, только чуть более мрачный, сидел себе в своей Варшаве и был доволен жизнью, потому что он чуть любил охоту, он хотел... Вот как раз он тоже хотел частной жизни, и там проблема не в том, что она католичка, а в том, что они могли пройти в двойной обряд двойного венчания, для государя делали исключение, она не была особой монархического рода, она не имела прав царских. Понятно? Это был марганатический брак, то есть брак, который не соответствовал представлениям о возможном браке будущего царя. И он настоял, долго настаивал, в 21-м году он написал письмо Марии Федоровне, матери и Александру Павловичу, где изложил окончательное свое решение. В 22-м году они согласились. В этот момент, вот теперь вдумайтесь, что эти люди делают. Они поручают написать будущему митрополиту, тогда архимандриту Филарету, текст о смене порядка престола наследия, что вместо Константина престола наследником объявляется Николай. Митрополит выразил эту мысль довольно смутно, специально так, чтобы все-таки было... Но выполнил поручение. Дальше это сложили и положили в ковчежицу Спенского собора в Москве, в Кремле, в московском Кремле, не показав ни Николаю, сказав только Николаю, ни генерал-губернатору Санкт-Петербурга, ни элитам. Значит, дальше что происходит? Не зная о том, где этот документ, не видя его, в момент извещения о смерти Николай делает то, что обязан сделать, приносит присягу своему брату, старшему Константину. И дальше начинается цепочка. У вас Константину пишут, «Дорогой друг, приезжай царствовать». Он отвечает «Не буду». «Хорошо, не будешь, но приедь, отрекись». «Не буду». «Хорошо, напиши о том, что ты не принимаешь царствование». «Не буду». Дальше начинается Сенатская площадь. И это, конечно, катастрофа. Не было бы никакой Сенатской площади, если бы это было выстроено хоть как-то, не опубликовано, просто показано элитам, чтобы элиты были в курсе. А солдаты, Константин и жена его Конституции, не хотели вторую присягу. Такое бывает. А зачем бы завершился заговор? Ну? А зачем бы завершился заговор? Да раз... Нет. А дальше вопрос, как бы Николай повел себя по отношению к ним, был ли он готов более гибко... Но это было бы приняло бы в любом случае другие формы. Других вот... Ни формы прямого выступления солдатской поддержки бы не было. Просто потому, что солдаты не были бы смущены второй присягой. Другой полос. А? Другой полос. Ну, вот тогда в идеальном... Могу сказать, что было бы в идеале. Я не знаю, как в реальность. Но в идеале было бы по формуле Макса Вебера. Как формируется современная политическая система. Сначала возникают закрытые клубы аристократии, выстраивающие оппозицию королю. Ну, или в данном случае самодержицу. Из них потом, из этих клубов, появляются спустя несколько десятилетий, малые элитарные партийные структуры. Партии для меньшинства. Потом из них произрастают массовые партии. По мере нарастания политической культуры массовые партии начинают влиять на общество и происходят благие политические перемены. Если этого не происходит, получается, как у нас. В зародыше будущую аристократическую партию, аристократический клуб задушили. В итоге у нас первая массовая партия народная воля. То есть террористы. Ну, да. Большое спасибо, Александр Николаевич, за вашу лекцию. И благодаря вам сегодня история была одновременно и человечной, очень сложной. Спасибо. Ну, я надеюсь, что понятно было. Ура. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ